Юрий Гагарин – первый человек в космосе. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино на территории нынешней Смоленской области в семье Плотника. В 1955 году Юрий вступает в ряды военно-воздушных сил СССР и вскоре готовится стать космонавтом. В 1960 году Гагарин, вместе с 19 другими кандидатами, был отобран для участия в программе «Восток-1». В конечном итоге программа была сокращена до двух возможных кандидатов. Гагарин и Герман Титов показали отличные результаты в тренировках и были достаточно маленького роста, чтобы поместиться в кабине «Востока». Возможно, Гагарин был выбран из-за его крестьянского происхождения, которое соответствовало пропаганде Советского Союза. А также и потому, что за него проголосовали другие кандидаты. Он обладал прекрасной памятью, быстрой реакцией и математическими способностями. В возрасте 27 лет, утром 12 апреля 1961 года, космонавту Юрию Гагарину помогли облачиться в скафандр и отправиться на стартовую площадку. Он поднялся в космический корабль «Восток». Он думал о том, вернется ли он на Землю, но был спокоен. В 9 часов 07 минут по московскому времени, когда раздался гул двигателей, Гагарин сказал «Поехали». Ракета взмыла в космос, и через 10 минут космический корабль «Восток» отделился от ракеты-носителя. Гагарин был в космосе. Он пролетел над Атлантическим океаном, затем Тихим океаном и, пролетая над Африкой, готовился к возвращению на Землю. Кораблю предстояло войти в атмосферу. Это было нелегко. Во время полета он находился на околоземной орбите 108 минут, а при входе в атмосферу у него отказали тросы, соединяющие спускаемый модуль «Восток» со служебным модулем. Модуль «Восток» не смог нормально отсоединиться от служебного модуля. Это едва не привело к катастрофе, так как Гагарина сильно трясло. В конце концов тросы отсоединились. При входе в атмосферу Земли он испытал силу в 8 раз превышающую силу притяжения, но оставался в сознании. Поскольку у корабля «Восток» не было двигателей для замедления входа в атмосферу, при посадке Гагарину пришлось катапультироваться и приземлиться на парашюте. Он благополучно приземлился в Саратовской области, в районе реки Волги. Юрий Гагарин стал национальным героем Советского Союза и мировой знаменитостью. Он погиб 27 марта 1968 года во время учебно-тренировочного полета. Ему было всего 34 года. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поставь лайк и напиши коммент. Это очень поможет продвижению. Спасибо за просмотр.